Всем привет! Сегодня я решила переснять видео о своих фаворитах из ухода, потому как... Ну, я не знаю, то видео мне как-то не очень нравится, какая-то там фигня. И потом, в общем, я решила, что... Я мало там что показала, покажу-ка все, продуктов куча, поэтому, в общем, времени терять не будем. Сразу... Ну, ладно. У меня очень много здесь для волос и для... Начну, давайте, для волос. Для ухода уже непосредственно, да, просто за собой. Значит, для волос. Вообще, безусловно, моим фаворитом всегда, когда я живу у мамы, а я говорила, у меня здесь Николай не двора, я здесь везде гость, это вот такие вот два шампуня от Brown Rice, точнее, шампунь и кондиционер. Шампунь и кондиционер. Это уже даже вторая... Привет, от Бори. Это уже даже вторая бутылочка. Вот сходила, купила, потому что я ее просто добила. Очень нравится и запах, и то, как они работают на волосах. Продают, кстати, в Ашане. Я купила в Ашане. Да, Борюнь. Вот. В общем, очень-очень классно. У кондиционера немножко горчит запах, что меня, честно говоря, немножко раздражает, но все равно они отличные, работают вместе хорошо. То есть, сам по себе шампунь, после него, знаете, волосы такие как будто бы жесткие, да, вот когда ты его смываешь. Но после кондиционера все прекрасно, волосы мягкие, такие шелковистые, и, в общем, приятно пахнуть вот этим вот делом. Еще есть маска такая же, я видела. Вот. В общем, я очень советую попробовать очень большие такие боди. Я не знаю, сколько здесь, наверное, килограмм. Сколько здесь вообще? 200. А, 520 миллилитров. В общем, вам этого хватит, я не знаю, на полгода точно. Поэтому, в общем, классные штуки. Всем-всем советую. Дальше. У меня здесь были еще два продукта. Это уже Пол Митчелл. Это вот шампунь. У меня уже тоже почти закончился. Шампунь Ту называется. Я не знаю, что вам будет видно. Ту. Это такой просто очищающий шампунь. Я им пользуюсь где-то раз в неделю. Есть еще, по-моему, шампунь три. Ну, три. Три. Тот, по-моему, вообще чуть-чуть не раз в месяц. Вот это, по-моему, я им пользуюсь раз в неделю. Глубокое очищение волос. Вот. Поэтому я им не злоупотребляю. Вот такой вот у меня тоже был фаворит. И это кондиционер. Ну, наборка. Да, приходится все давать Боре, потому что, сами понимаете, такое дело хоть что-нибудь отлечь на пять секунд. И вот такой вот детенглер. Шампунь Оригинал. Из серии Оригинал. Это кондиционер. Точнее, тут они называются это лечебные средства для распутывания сложных волос. Вот. Они это называют так. Так. Это кондиционер обычный. Да, он хорошо распутывает волос. Действительно. Что такое? Я люблю его использовать после масел. После масел отличный механизм. Дальше. Для волос была моим фаворитом вот такая вот маска от Цубаки. Борюнька. Вот. От Цубаки. Вот так вам покажу. Это Шесейда. Многие знают. Демочки. Это усиленное восстановление волос. Сейчас. Боря. Боря. Выглядит она вот так вот. То есть она такая. Какая-то клика, желеобразная масса. Держать ее нужно... Да. Пять минут. Я держу чуть меньше. Но нравится. Знаете, после нее волосы такие как будто бы супер-мега-мега-мягкие. Мне даже немножко не нравится вот этот вот слишком-слишком мягкий эффект от нее. Но маска сама по себе неплохая. Мне нравится. Но больше не куплю, потому что таких масок полно с таким эффектом. Ну, то есть ничего супер-пупер она не делает. Но с таким эффектом масок полно даже в масс-маркете. Поэтому смысл тратить на это, там, не знаю, 500 рублей или сколько она стоила. Так. И, наверное, последние два средства для волос. Это был вот такой вот. Это тоже у мамы. Тут я все убрала, ничего не покупала. Да. Но я постоянно им пользуюсь. Это вот такой вот от Бонакур. Мой штекик. Спрей-кондиционер, который нужно взбалтывать. Разбрызгиваете на волосы. Запаху у него, в общем-то, никакого нет. И, в общем, волосы у вас типа в порядке. Пользуюсь им постоянно. Очень нравится. Но, ну, точнее, но никаких нет. Просто нравится. Сама бы я себе не купила, потому что мне как-то, ну, не знаю. Я могу сравнить с Глискур. У меня был. Это, конечно, получше, понятно. Это профессионально, да? Но, не знаю, ничего такого супер-пупер обалденного я от него не вижу. Ну, как бы спрей-спрей, ладно. И последнее, что у меня для волос. Здесь у мамы я пользуюсь оливковым маслом для волос. Я его купила в таком вот спрее, разорилась. Но очень удобно, знаете, наносить на волосы. Хлоп-хлоп-хлоп по всей длине, везде. На кончике очень мне нравится. Поэтому он у меня фаворит. Хотя расход у него, кстати, не такой уж и маленький. Ну, вот на все волосы. То есть, вот сколько я из расходовала. Ну, вот за месяц, может, раза три его использовала. Вот. Нормально. В общем, масло оливковое – это наше все. Дальше пошли для... Ну, давайте для тела я, наверное, покажу, что у меня тут для тела. Для тела не так много. Я использую... Ну, не то, что он прям фаворит, но часто сейчас стала использовать вот этот вот лосьон, да, антицеллюлитный, вот Клоранс. Мне, в принципе, нравится. И как увлажнение... Борькин, аккуратно, ты так можешь здесь упасть. Как увлажнение для волос, Борюня. Я использую вот такой вот лосьон для тела из розы увлажняющей. Это мне привезла свекровь из Болгарии. Точнее, она привезла даже по мне, мне, моей маме, но так как я у нее живу, я у нее, в общем, ее стипсила. Мне очень нравится. Очень сильный запах розы. Я вообще не любитель розы, но хорошо увлажняет. Мне нравится. Тут вот даже вот лосьон за тело написано. Видимо, это по-болгарски. Ну, нравится, нравится, нравится. Такой вроде как натуральный, поэтому почему нет, да? Вот. Ну и поехали дальше. Ну, тут у меня стоит, просто я сразу принесла всю бадью, свою ванную. Ну, вот дезодорант у меня был вот такой в этом месяце. Очень особенный. Дезодорант тоже покажем. Гринье. Ну, и что сказать еще? Для рук, для рук, для рук. Абсолютнейший. Я вообще очень люблю вот этот от Локситан Крема. У меня с чем? Привет от Бори. Черри Блоссом, да, от цветения вишни. Ну, короче, вы поняли, да, вишня. Ну, нормально, нормально, нормально. Пользуя он уже почти выдавил. Ну, и для лица. Что, ты хочешь эту штучку? Ну, возьми, нам, поиграй. И поехали для лица. Значит, два продукта у меня здесь фавориты. Супер мой фаворит – это то, что я сюда привезла в Москве. Здесь у меня есть. На даче у меня другие мои фавориты. Ну, там так, случай к случаю. Значит, это два, я их показывала. От Сейт Айвас. Это абрикосовый клинзер, глубокое очищение, и абрикосовый скраб. Очень их оба люблю, нравятся. И, в общем, естественно, они мои фавориты. Да, их мы уберем. Дальше. Вот такая вот штука. От Estee Lauder, как говорят в Америке, да? От Estee Lauder. Ну, вот я не знаю, вот так будет видно. Здесь у меня вот эта вот штучка, да, которая с Байнкоинс. Очень, кстати, классная, помогает. В общем, что это такое? Это Estee Lauder Divine White Milano Decode. Что это, что это, что это? Для всех типов кожи. В общем, я не знаю, как это правильно назвать. Это вот вы наносите на лицо, начинаете так тереть, и у вас начинают скатываться роговевшие, да, вот, участки кожи. Ну, типа скатывалки, что ли, их называют. Я не знаю, как правильно назвать. А-ля такой скраб. Не знаю. В общем, такая штучка, думаю, вы поняли, что я имею в виду. Мне очень понравилось. Я, наверное, куплю, вот она уже у меня почти добита. Да, вот так вот. Куплю, 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 потому что это мой первый такой продукт вот такого вот скатывающего эффекта, поэтому я обязательно их куплю еще. Мне очень-очень понравилось. Если кто знает похожие вещи, может быть, дешевле, или, может быть, просто других марок, которые, может быть, даже вы можете сравнить с этим, напишите мне, я другое что-нибудь попробую, но это мне понравилось. И вот сама система, да, вот этого скатывания мне тоже очень как бы по душе пришлось. Дальше что сказать. Лосьон для тела, ой, лосьон, лосьон, тоник для лица. Вот такой вот от Clorans. Вы, наверное, тут ничего не увидите. Ну, обычный тоник, господи, такой вот зелененький. Ну, нравится, я уже говорила, что я не знаю, как можно сказать, что тоник, он супер или он плохой. Тоник, он и в Африке тоник, в общем, нравится, да. Дальше что сказать, дальше что сказать. Две маски стали моими фаворитами, абсолютно. На, Борька, тебе, сейчас тебе что-нибудь дам. Не знаю, вот эту возьми, Борька, держи. Абсолютно моим фаворитом стала вот такая вот маска от L'Occitane. Я ее где-то уже показывала, возможно, даже уже в предыдущих каких-то фаворитах. Вот эта вот мятная супермаска, очень мне нравится. Буду покупать еще, повторюсь, снова, если уже об этом говорила. Очень нравится, я ее люблю. Расход у нее такой приемлемый, поэтому у нее, в общем, одни плюсы за ее стоимость. Вообще супер. Честно говоря, я не помню, сколько она стоила. Но мне кажется, что-то недорого она стоила. И вот эта вот маска от Yves Rocher, про которую я тоже делала обзор. Трехминутная такая, довольно сильная. У меня от нее все еще продолжает щипать лицо. Но все равно я мучаюсь, да, как там, мучаюсь и пользуюсь ею. Ну, нравится, но я, повторюсь, вот ее точно больше не куплю. Я от нее каких-то особых пищачих восторгов не испытываю. И последнее, это два продукта, это два крема. Это вот такой вот L'Oreal Trio Active свежесть. У меня от него я все оторвала. Тут ничего нету, кроме вот этой штучки. Он у меня уже половину я израсходовала. Очень нравится его свежий запах. Такая вот гелеобразная текстура. Я люблю крема как раз, чтобы они были больше как гель, чем как какой-то там крем, да. Нравится, да, почему нет, почему нет, отлично, все, фаворит. И раз в неделю я использую вот такой вот от Nuitrogin. Это что у нас? Retinol. Rapid Wrinkle Repair. Retinol, да, 29 мл. Это ночной крем. Тут так написано Night. Nuit. Или как по-французски будет? Nuit, не знаю. В общем, покупала я его когда-то, может быть, показывала в Канаде. Привезла сюда. Ну, как нравится? Ну, да, нравится. Он такой легенький, довольно, в принципе, быстро впитывается. Что еще про него добавить, я не знаю. Я его использую в основном тоже на ночь. Ну, может быть, пару раз использовала днем, когда не было солнца. И, в общем, все такое. Мне нравится. Насчет куплю, не куплю еще, я не знаю. Как бы я не вижу какой-то суперэффекта, чтобы, не знаю, ушли морщины. Я вообще сразу, не знаю, помолодела. Но, с другой стороны, мне молодит как бы рано, учитывая мой возраст довольно молодой. Но так для профилактики использую. Ну, и, собственно, сказать мне вам больше нечего. Вот, лежит у меня здесь еще такой спонжик, которым я смываю маски. Он даже, как видите, не самый чистый. Вот. И, конечно же, фаворит это спонжик от Body Shop. Без него вообще никуда. Ой, Борька, ты у меня прям весь измазался. Да, я Борьке отдала не фаворит, а вот этот вот, который скрадывает, как они называются, поры. Ну, кстати, ничего такого, знаете. Я что-то не могу слышать, что я им прониклась. Но периодически я его использую. Тихо, тихо, тихо. Он маскирует поры. Он, конечно, никуда не надевает. Но, ладно, пусть будет. Вот, это были все мои фавориты сейчас. Держи, держи, держи. Это были все мои фавориты. Вот. Думаю, что это видео меня устроит при моем просмотре. И я и выложу именно его. Да, как вы заметили, я здесь не показала масло для волос от Brilil, которое у меня было. Но по тем, по той простой причине, что Боря мне его разбил. Да, я в тот раз снимала это видео, он мне его умудрился кокнуть. Но чисто говоря, там оставалось уже чуть-чуть, поэтому я даже не очень расстроилась. И сейчас я думаю, что купить масло керастаз, вот этот вот ультим, да, как он там, ультра ультим. И либо L'Oreal Mifig Oil. Вот я думаю, думаю, никак не знаю. Вот сегодня думаю, пойду и что-нибудь куплю. Но об этом в другом видео о моих покупках за октябрь. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Мы с Борюнечкой побежали дальше по своим делам. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok